всем привет сегодня у меня праздничный день хочу поделиться с вами большой радостью сегодня я получил пенсионное удостоверение то есть с сегодняшнего дня я официальный пенсионер и могу вообще не работать вообще просто нигде и никогда и ни в каком качестве а кормить меня будет государство родные близкие дети внуки и друзья а я буду просто жить свое удовольствие отдыхать у меня есть документ я пенсионер в этой связи я конечно безумно рад и сделал себе подарок купил пластинку настоящей пенсионерской музыки что слушают пенсионеры что слушать мне официальному совершенно иждивенцу пенсионеру работать мне не нужно поэтому буду я слушать вот этих ребят сепультуру слушают настоящие пенсионеры вот что они слушают вот такие вот пластиночки машин масса я называется альбом сепультура это такое переиздание красивая семнадцатого года точнее вышла она сейчас вот уже вышла но собственно говоря на семнадцатом и вышла но это такое переиздание с бонус треками два бонус трек очень смешных здесь у трассе вен но у то очень веселая песня и чуден скин безумная вот такая вот но надо сказать эту пластинку я раньше не слышал никогда хотя сепультуру люблю честно говоря но это уже без кавалеров но без кавалеров тоже музыка на самом деле потому что иногда стоит воспринимать пластинку не обращая внимание на состав музыкантов и даже на название группы почему да потому что есть очень много пластинок которые слушаются из-за бренда из-за названия есть например пара пластинок группы pink floyd я не имею до первые два если вы подумали что-то да про the piper at the gates of dawn и a set full of secrets это два величайших альбома группы pink floyd а есть например пластинка obscured by cloud или cloud cloud наверно да я уже не помню но помню как она звучит и что там за песни и кстати говоря она мне нравится но если бы там не было название pink floyd а альбом бы назывался группа из финляндии под названием johnson brothers я не уверен что те кто с восторгом слушают сейчас этот альбом слушали бы его с таким же восторгом потому что название pink floyd тянет за собой шлейф и чтобы они не играли все это будет покупаться продаваться и слушаться вот это я к чему это я к тому что ну без кавалеров без кавалеров но воспринимаю этот альбом как самодостаточное самоцельное произведение вообще закрыв глаза ничего не читая потом уже стал читать название песен состав участников ну дерек грин поет это понятно все сепульту романа это знают но главное кисер на месте со своей гитарой со своими педальками примочками все здесь хорошо но поставила эту пластинку на проигрыватель машин масса я первая песня страшное разочарование просто страшное я подумал ну что же такое зачем же пенсионеру так удар под дых наносить пенсионеры так еле дышит практически но еще способен на многое но зачем так-то издеваться над человек машин масса я слушаю звук попсовый такое ощущение что эта группа мюз просто записала в таком в тяжелом стиле пластинку то есть попсовейшие звучание для радио fm полный вперед и хочется сказать но господа если вы играете радикальную музыку то зачем вам такой попсовый звук он тяжелый да все в порядке все ревет все гремит но так все такая компрессия так все задавлено и и и и и выровнена что но это просто то ли это действительно мьюз какой-то то ли я не знаю там джефф лин в тяжелом роке в тяжелом в металле там в чем угодно но так нельзя ну хотя можно художник имеет право на все а кто я такой чтобы судить музыкантов сепультуры никто меня и звать меня никак это шутка звать меня ого-го да и в общем я конечно притух совсем а ну ладно звук звук допустим там продюсеры настояли звукозаписывающая компания дала свои пожелания парни прогнулись ну бог с ним но музыка сама это какая-то металлика просто они сепультура какая-то какая-то просто хардятина тяжелятина но совсем не сепультура просто если бы это была металлика я вопрос сказал он у металлика да хорошо и не стал бы слушать металлика не хорошего периода своего не хороший период для меня это все что после первых четырех альбомов первые четыре я воспринимаю с удовольствием все что дальше это какая-то харда такая как у всех на самом деле мтвшная просто мтвшная хрень это мое мнение никому не навязываю и в общем я думаю ну братцы такая обложка такая группа такой кисер так все было хорошо и съехали на вот эту вот мтвшную какую-то тяжелятину а-ля мьюз только в другом ключе но ничего i'm the enemy вторая песня все ставит на свои места сразу драйв удары знакомая сепультура про попсовый звук уже сразу забываешь бог с ним с этим звуком хотя все конечно выстроено все вылизано все работа адская проведена но опять так если вы радикальную музыку играете нужен другой немножко но это мое мнение такое не надо под попсу туда папа подлезать хотя продажи конечно важны конечно с таким звуком лучше будут покупать шире охват аудитории безусловно но бог с ним i'm the enemy хорошая песня два гитарных соло лаконичных одно за другим идут в этой самой вот в молотилке сепультуровской кайфовой и сразу все вернулось на свои места думаю ну хорошо все все на месте phantom self следующая песня она просто вырубила и я думаю что это величайшее достижение одно из величайших достижений группы сепультура оркестр из пяти человек вот здесь написан где же этот оркестр 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 скрипичный оркестр называется мир от окестр 1 2 3 4 квартет до мира токи стран струнный квартет играет не то бразильскую не то арабскую в общем какую-то такую вот странную музыку и врубается группа врубается по полной оркестр не мешает оркестр уходит потом оркестр играет внизу под гитарами и барабанами и ударными но green поет от души green поет как надо все все на месте все как практически как было то есть не 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 облажал коллектив перкуссия очень странная восточная перкуссия вступает то-то та же самая такая вот бразильская какая-то такая вот не не знаю даже какие барабанчики там использовались что-то вроде какие-то кастаньеты смешанные с бонгами что что вот какой-то такой звук не знаю как это называется но очень здорово и вот эти вот кастаньеты на бубонговые штучки на тяжелики на фоне вот этому блок плотника сепультуровского просто шикарно потом опять что вылезает оркестр выплывает который играл внизу выплывает начинает солировать кисер начинает играть вместе с оркестром мелодическую фразу которую оркестр этот струнный квартет ведет потом квартет уходит кисер продолжает уже мелодическую линию развивает и и не импровизирует нигде ни разу играет четко прописанную партию офигенную с этим степпингом со своим с педальками того родители вот это все вот это прямо как прямо очень хорошо очень хорошо следующий номер а летая врубаются барабаны сначала барабаны с синтезаторами которые внизу находятся такие вот какие даже генераторы какие-то не хочется использовать слова психоделия но она там выползает вот эти вот космические шумы бац и понеслось синтезатор остается под мощью гитары кисера и бас-гитары синтезатор внизу играет всю дорогу от начала до конца создавая полотняк такой неимоверный очень помогает опять-таки та же самая перкуссия появляется мелкая которая удивительным образом читается на фоне рева гитарного свирепого абсолютно и что здесь интересно в этой песне я посчитал аккорд меняется меняются аккорды по моему раз 6 и и и и и тональность даже меняется один раз или два но ощущение такое что все в одном аккорде вся песня вот такое внутреннее ощущение что ничего не меняется вообще хотя хотя меняются и аккорды меняет кисер и тональность потом уходит вверх ощущение такое что как начали там вми там условно говоря так так и фигачат до самого конца это большое искусство вот так вот менять гармонию при этом создавая ощущение что она не меняется вообще и даже аккорды не смещается никуда очень круто и очень нескучно это слушать очень здорово айсберг дэнсис это сначала тоже было ощущение разочарования потом оно прошло потому что это инструментальная пьеса которую я мог бы услышать у группы дремце это но через буквально там полторы минуты я понимаю что это не дремце это а если говорить о дремце это то самый лучший дремце это это сепультура дремце это так в жизни не сыграет не напишет с такой яростью с такой с таким кайфом так лаконично хотят пьеса длинная довольно фламенко там местами играет кисер после адского рева такого вот настоящего сепультуровского раз пошла акустическая гитара солирующая фламенко вот эти вот все перкуссионные штучки все это так-то так вот так вот так раз и и и и и прочиталось вместе в общем самый лучший дремце это это сепультура мы ставим на эту точку сворд ос очень странная песня немножко она мне тоже не нравится не нравится она тем что она ну я не знаю но это коммерческие какие-то ходы и такие тоже она как-то очень похоже на помпезный шведский рок прогрессив рок такой не не яростный шведский рок а такой вот помпезный какой-то такой вот синтезаторный такой тут и совсем не сепультура то есть совсем правда после вступления все-таки господа артисты возвращаются свой стиль но вот это начало она конечно как-то не за самое не не вдохновляет не вдохновляет около классическая гитарная игра в серединке пицциката сначала играется потом уже соло такая псевдо европейская классика в общем все это смешанная и довольно коммерческая по музыке получилась штука не знаю но она опять таки это на широкую аудиторию четыре песни таких убойных которые можно и там вспомнить пластинку и райс а пара тройка таких вот как бы масс-продакшн хотя остается сепультуровское зверство все равно там остается и тексты остается и вокал остается все это есть но вот мне кажется все таки немножко такая коммерцию пошла но зато resist and parasitas resist and parasitas это уже близко к панк року практически но панк року в прочтении сепультуры это все вот к альбомом и райс туда это очень здорово это то что надо то ради чего покупается эта пластинка мною в честь моего праздника эта песня напоминает какой-то марш мертвецов такой быстрый бодрые мертвецы идут ночью по кладбищу каменные причем мертвецы из камня окаменевший а потом в какой-то момент главный мир создает команд и они побежали бы понеслась курсе не бегут-бегут-бегут-бегут-бегут очень хорошо очень хорошо и синтезатор мертвый там еще начинает такой просто 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 кайф ну а дальше silent violence это просто какой-то прог-метал опять ну сепультура и сепультура но все равно это прог-метал и очень хорошая песня вандал с мест настоящий вандал с мест мест и самое главное кибер гад последняя мрачняк и еще раз мрачняк но мрачняк не угнетающий нас а дающий нам силу бодрость и бесконечный праздник хорошей музыки в общем группа несмотря на смену состава несмотря на отсутствие кавалеров держит марку и не сдает позиции эту пластинку я очень всем рекомендую сепультура машин масса я пошел пить пока